Прошел один месяц с начала третьего эксперимента, целью которого была попытка сохранить от порчи сырое мясо, твердый сыр, сосиску, огурец и перец. Эти продукты быстро плесневеют и портятся даже в холодильнике. Поэтому было интересно, может ли спирт, лук или уксус помешать плесени и гниению. Также было интересно, насколько долго такие продукты могут храниться при комнатной температуре без холодильника. Внимание на экран, что произошло с продуктами спустя один месяц. Сначала проверим, как справился с поставленной задачей уксус. Сосиска с уксусом. По-моему, все нормально, на сосиске нет следов плесени или гнилостных бактерий. Далее сыр с уксусом. Результат отрицательный, сыр покрылся плесенью. Перец с уксусом. Как по мне, все хорошо, перец выглядит свежим. Далее огурец и уксус. Банка запотела, но видно, что огурец не сохранился. Следующая банка – мясо с уксусом. На дне много жидкости. Видно, что плесени нет, но работают гнилостные бактерии. Вывод – уксус в течение 30 дней сохранил от гниения и плесени сосиску и перец. А вот сыр, мясо и огурец нет. Теперь проверим медицинский спирт. Огурец и спирт. Мы видим, что огурец изменил цвет и стал похож на засоленный. Но плесени и следов порчи нет. Мясо и спирт. Я вижу, что мясо изменило цвет, но следов гниения и плесени нет. Перец и спирт. Все хорошо, плесени нет, перец как свежий. Далее сыр и спирт. На удивление, сыр в отличном состоянии, выглядит свежим. Сосиска и спирт. Также выглядит хорошо. Вывод – спирт действительно подавляет процесс гниения и плесень. Однако есть момент. К сожалению, вследствие испарения спирт из крышечки переместился на дно банки. И следовательно, продукты пропитались им. И нас не устраивает такой результат. В следующий раз мы положим продукты на возвышение, чтобы они не касались спирта. А теперь проверим лук. Сосиска с луком. Видно, что сосиска пронизана плесенью. Результат отрицательный. Сыр с луком. Результат также отрицательный. Лук не смог сохранить сыр от плесени. Перец и лук. Весь перец покрыт плесенью. Теперь огурец и лук. Также покрылся плесенью и виден процесс гниения. Наконец, мясо и лук. И здесь можно уверенно сказать, что в мясе запущены процессы гниения. Делаем вывод. Такой лук не способен сохранить от порчи сосиску, сыр, огурец, перец и мясо. Однако здесь стоит уточнить, что это был магазинный лук. Именно его просили проверить наши подписчики. А вот в прошлых двух экспериментах мы использовали органический лук с нашего огорода. И он смог в течение года сохранить от порчи хлеб и яблоко. А также в течение 7 месяцев сохранил от гниения помидоры. Видео об этих экспериментах есть на нашем канале. Если пожелаете, посмотрите. Что сказать. Не вижу смысла продлевать третий эксперимент. Мы начнем новый. Однако в этот раз продукты поместим на возвышенность. Кстати, напишите в комментариях, какие продукты и какие средства испытать в следующем эксперименте. Спасибо за внимание. Не прощаемся надолго.